МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гагаринского района выступают против стихийной торговли. Ходить сюда становится все удобнее, оборудование обновляется, наблюдать свою беременность здесь комфортно и уютно. С вниманием каждому в Севастополе успешно реализуется федеральный проект «Бережливая поликлиника». Лучшим игрокам Артем Дзюба прислал автограф. Севастополь КАП-2018. Как проходит первый в городе международный детско-юношеский футбольный фестиваль. А теперь об этих и других темах подробнее. Начнем наш выпуск с темы обсуждения бюджета Севастополя. Сейчас в законодательном собрании проходит заседание постоянной комиссии по бюджету. И с нами на прямой связи наш корреспондент Светослав Данилов. Светослав, здравствуй, тебе слово. Да, Левтина, здравствуй. Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету ключевая тема рассмотрения проекта главного финансового документа города на 19-й плановый период 20-го и 21-го годов. Информацию об этом предоставил заместитель директора департамента финансов Михаил Ноздряков. Сейчас он находится здесь. И в связи с этим у меня к моему собеседнику несколько вопросов. Михаил Геннадьевич, как бы вы охарактеризовали проект бюджета и какова его основная направленность? Я думаю, что бюджет, на наш взгляд, сформирован достаточно качественно. Но с точки зрения качественности я имею в виду, что он вырастает в своем объемном значении, то есть в денежном выражении. Буквально кратко скажу, что доходная часть увеличивается у нас к ожидаемому исполнению на 15 процентов. И объем доходов бюджета в 2019 году составит 44,5 миллиардов рублей. Расходная часть увеличивается еще больше, почти на 30 процентов. Это 46 миллиардов рублей. Но я думаю, что кроме денежной составляющей важно, что все расходы, которые затрагивают интересы и важны для жителей города, я прежде всего говорю о заработной плате работников бюджетной сферы. Это более 20 тысяч жителей города сегодня работают в бюджетных учреждениях. Все необходимые средства для повышения заработной платы в предстоящие три года, они в полном объеме учтены. Все расходы, которые необходимы для сохранения льгот, речь идет о льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг, по тарифам, проезд, льготный проезд в общественном транспорте, льготы ветеранам, они все льготы в части материнства, детства, поддержки демографической политики, они тоже учтены в полном объеме. Это 22 миллиарда рублей, 48 процентов, почти половина расходной части бюджета, это расходы по социальной сфере, то есть отрасли образования, здравоохранения, культура, спорт, социальная защита. Ну, с точки зрения, так сказать, качества, которое важно, на мой взгляд, для правительства, для депутатского корпуса, с точки зрения принятия бюджета, о том, что получено заключение Министерства финансов Российской Федерации, что представленный проект закона полностью соответствует всем параметрам, которые установлены правительством Российской Федерации, ну и требованиям бюджетного законодательства. Михаил Геннадьевич, Вы сегодня озвучили цифру 105 тысяч рублей, насколько я понимаю, это в 2019 году средние расходы на одного севастопольца. Вот насколько важен этот показатель при формировании бюджета, каков он в сравнении с другими регионами? Ну, на самом деле данный показатель не является официальным показателем, он часто используется и профессионалами, аналитиками, возможно, он интересен и жителям. Мы посчитали, взяли проекты бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, наших соседей по Южному федеральному округу, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская область и посчитали, сколько по проектам бюджета расходная часть приходится на одного жителя. То есть это некий условный показатель бюджетной обеспеченности, сколько бюджет выделяет денег на одного жителя. Ну вот вы назвали цифру по Севастополе, это 105 тысяч рублей на одного жителя, если разделить расходную часть. Ну вот я, значит, если сравнить с другими регионами, это в два с половиной раза больше, чем наши соседи по Южному федеральному округу, которых я назвал. И мы достаточно близки уже к Санкт-Петербургу, где такая обеспеченность составляет 117 тысяч на одного жителя. Михаил Геннадьевич, по вашему мнению, какова дальнейшая судьба проекта бюджета и что вы ждете от законодательного собрания в связи с этим? Да, идет сейчас очень напряженная работа в законодательном собрании по проекту бюджета. Вот сейчас проходит заседание бюджетной комиссии, оно будет проходить в течение трех дней. Представители всех, представители и департаментов финансов, и всех главных распорядителей бюджетных средств, то есть наших органов исполнительной власти, они все приходят, дают очень подробные разъяснения по всем вопросам депутатов по заключению контрольно-счетной палаты. И предпринимаются все меры для того, чтобы предоставить максимально прозрачную информацию. Мы считаем, что все расходы включены на сегодняшний день обоснованно. Представляем, как я уже сказал, устную информацию, обязательно представим письменную информацию в подтверждение там, где контрольно-счетная палата не совсем согласилась с нашим мнением, потому что это какие-то моменты контрольно-счетная палата считает необоснованными, мы считаем обоснованными. И здесь мы эти вопросы уже представляем на суд депутатов. Для нас важно, для города важно, для жителей города важно, чтобы бюджет был принят как можно скорее, потому что, вы знаете, предыдущие годы мы бюджет принимали в конце декабря, в самых последних числах, и это создавало сложности в ее реализации в начале года. Вы знаете, что для проведения, так сказать, расходов бюджетных необходимо пройти различные закупочные процедуры по требованию федерального законодательства. В случае принятия бюджета в ноябре мы в течение декабря, наши, так сказать, главные распорядители, получатели бюджетных средств смогут провести закупочные процедуры и уже с первых дней января начать расходовать бюджетные средства в интересах жителей города. Спасибо, Михаил Геннадьевич. Ну, а я повторю то, что уже озвучил мой собеседник, что заседание бюджетной комиссии будет проходить в течение трех дней. Сегодня это будет до самого вечера. Свою информацию предоставят главные распорядители бюджетных средств, департаменты управления правительства Стивостополя. Они расскажут о том, на что будут, по их мнению, должны быть израсходованы средства бюджета на 19, 20 и 21 годы. Спасибо за оперативную информацию. Мы с нетерпением будем ждать новых подробностей. А пока напомним, что обсуждение проекта городского бюджета в Севастополе началось со скандала. Накануне в законодательном собрании прошли публичные слушания. На них не пустили представители многих общественных организаций и даже ветеранов. По сути, публичное обсуждение документа прошло за закрытыми дверями. Почему общественность отодвинули от важнейших для города решений и к чему это может привести, расскажем в следующем сюжете. В холле ЗАГС собрания сегодня тесно. Эти люди – уважаемые ветераны, которым уже далеко за 70, известные севастопольские общественники. За каждым стоят десятки организаций и тысячи рядовых жителей города, чьи права в свое время удалось отстоять, чьи проблемы решить. А сегодня их вот так просто не пускают на слушание по бюджету, главному финансовому документу Севастополя, по которому город будет жить в ближайшие три года. Обратившись к сотрудникам аппарата законодательного собрания, услышали ответ, что допуск на публичные слушания осуществляется только по предварительной регистрации. С моей точки зрения, это не совсем соответствует законам Российской Федерации. Они на то и публичные слушания, чтобы обеспечить самый полный и широкий доступ граждан к данному мероприятию. Пока общественники тщетно пытаются попасть в зал, депутаты начинают публичные слушания без публики. Председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева поясняет, все, кто желал принять участие в обсуждении бюджета, должны были сообщить об этом заранее. Написать заявление, указать тему выступления, заполнить специальную форму. Процедура крайне бюрократическая. А еще оказалось у депутатов свои представления об информировании. По мнению Алтабаева, все общественники должны были узнать о слушаниях через один единственный сайт. В рамках наших полномочий мы сделали все необходимое. Во-первых, было информационное сообщение, размещено на сайте законодательного собрания. Во-вторых, у нас принято было распоряжение председателя законодательного собрания, которое определило все этапы, процедуры, которые предусмотрены законом, и их необходимо провести. По словам Екатерины Алтабаева, из аксобрания даже делала рассылку писем по общественникам. Понятно, что все, кто не попал в зал сегодня, никаких писем не получали. Несколько десятков известных и уважаемых людей оказались за бортом обсуждения главного финансового документа города и не смогли высказать свои предложения. Законодательное собрание, ограждаясь какими-то бумажками и отговорками, не пускает простых жителей, общественников, ветеранов, для того, чтобы те имели возможность ознакомиться с параметрами бюджета и высказать свою позицию. Обсуждение этого проекта, проекта закона о бюджете, превращено отдельными депутатами законодательного собрания в очередное бессмысленное и бессодержательное шоу. По регламенту документ должен быть принят депутатами в ближайшие месяцы, до конца года. Если этого не случится, город сядет на голодный паёк. Не сможет увеличить социальные расходы и расходы на образование и медицину, обеспечить рост зарплат бюджетникам и, более того, денег станет меньше, ведь федеральный центр может отказаться от увеличения помощи. ООН планировал выделить более 26,5 миллиардов рублей, 18 на исполнение целевой программы и 8,5 в виде дотации на развитие. Такую поддержку в России получают единицы субъектов. Не будет помощи, не будет увеличена и социальная поддержка граждан. А ведь правительство Севастополя планировало направить на эти цели, на образование, культуру, здравоохранение и спорт, 22 миллиарда рублей. Это почти половина доходов бюджета. Если главный финансовый документ депутаты не примут вовремя, все надежды на рост качества жизни и развития города рухнут. В этом бюджете предусмотрены все необходимые расходы на работу, на содержание, на развитие Севастополя. Никакие расходы капитального характера не смогут быть профинансированы, если город останется без бюджета. Следуя требованиям бюджетного процесса, депутаты должны рассмотреть документ в течение 25 дней. Парламентарии анонсировали, сделают это в первом чтении уже на следующей неделе. Тем временем общественники волнуются, что бюджет превратится в предмет политического торга, как уже было не раз. Но теперь этот торг может действительно стать катастрофой. Чтобы этого не допустить, представители общественных организаций обратились к прокурору города с требованием обратить внимание на ситуацию и дать правовую оценку действиям депутатов. Дмитрий Дудко, Святослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Торговля опасная для здоровья. Жители Гагаринского района выступили против стихийной торговли на проспекте Героев Старинграда. Так называемый рынок, как утверждают севастопольцы, рассадник инфекции и грязи. И мусор, который торговцы сваливают во дворах, лишь часть проблем. Более опасными могут быть сами продукты, которыми торгуют сладков прямо у дорог с оживленным движением. Тяжелые металлы, выхлопы от автомобилей и просто грязь. Бесплатное приложение к еде. Так ли это на самом деле и насколько безопасно покупать продукты на проспекте, выясняли наши корреспонденты. Антисанитария. Этот термин чаще всего звучит от жителей домов на проспекте Героев Сталинграда, когда речь заходит о стихийных торговых рядах, заполонивших дорогу дублер. О том, что жить в таком соседстве уже невыносимо, севастопольцы говорили неоднократно. Особенно летом от рыбных ларьков, колодцев. У каждого ларька не страшный запах идет, крысы бегают. Грузины, разносчики инфекции, неприятный запах, залежи мусора от торговых ларьков прямо во дворах уже стали обыденной картиной. Однако опасность не только за границами ржавых ларьков. Те, кто каждый день до дома добирается через рынок и видит всю картину без прикраса, покупать еду здесь просто боятся. Скоропорчущуюся рыбу торговцы зачастую хранят без холодильника, прямо на прилавках. Даже летом при плюс 35, говорят прохожие. На рыбных павильончиках я прошла торговых точках мухи. Зеленые мухи, но можно, наверное, прикрыть. Есть у нас целлофановая пленочка, можно прикрыть. В других павильонах это консервация капуста, там синенькие и огурцы в ведерочках в открытом виде. Их тоже надо прикрыть. Если есть прилавок, уже хорошо. Горы продуктов разложены прямо на ящиках, в картонных коробках, практически на земле. Рядом кормятся голуби. Цветы и еда – два в одном. Правила торгового соседства в таких ларьках тоже наружены. Что уж говорить об элементарной гигиене. Туалет на так называемом рынке единственный и тот платный. Хотя вид уборный такой, что непонятно, куда идут собранные деньги. Элементарного мыла, судя по кадрам, здесь нет. А вот грязь и неприятный запах в наличии. Да и общее впечатление от торгового развала неприятное. Неопрятность проходов, одежды, выкладки товара. Только в редких магазинах. Порядок в редких магазинах. А так все как-то узкие проходы. Он не для покупателя. Он как-то, знаете, как Шанхай какой-то. Большинство ларьков и палаток на так называемом Сталинградском рынке стоят незаконно. А значит, и за качеством продукции должного контроля нет. Откуда товары и есть ли сертификаты, остается догадываться. А покупка даже красивых на вид продуктов становится лотерей. Никто из продавцов не скажет, по каким овощам или фруктам бегали те самые крысы, замеченные жителями соседних домов. Марина Кравцова, Андрей Вовк, информационный канал Севастополя. Далее о медицине в Севастополе. Наряду с 40 регионами страны город успешно реализует федеральный проект «Бережливая поликлиника». Программа позволяет врачам меньше времени тратить на бумажную работу и больше на общение с пациентами, а также диагностировать заболевания на полностью обновленном оборудовании. С 2016 года в реализации проекта участвуют более 40 медицинских учреждений Севастополя. Как работает программа в женской консультации Первой горбольницы, расскажет наш корреспондент Александра Ковалева. Обычный приемный день в женской консультации. На полторы сотни пациентов шесть врачей. Но несмотря на это очередей нет ни у регистратуры, ни возле кабинетов. Все потому, что теперь врачи и лаборатории работают по новой схеме приема и распределения пациентов. Результат налицо. Время ожидания приема сократилось почти вдвое. Как собственно и ожидания у процедурного кабинета. Бережливая поликлиника бережет самое главное – время. Ходить сюда становится все удобнее. Оборудование обновляется. Наблюдать свою беременность здесь комфортно и уютно. Если раньше сердцебиение малыша проверяли при помощи вот такой вот деревянной трубки, то теперь в отделении появился доплер. С его помощью услышать, как бьется маленькое сердечко, может не только доктор, но и мама. Лучше и лучше с каждым днем. Теперь каждый кабинет в женской консультации оснащен по последнему слову техники. Благодаря проекту в поликлинику поступило около 35 единиц медицинского оборудования. Плюс освещение, мебель и новые компьютеры. Мы получили цифровой кольпоскоп, который выводит картинку на экран и пациенту можем объяснить, какая патология у него видна, какая не видна. В рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» в том числе, конечно же, ожидаем улучшения результатов, в том числе и сокращение ожидания нашими пациентами времени приема до минимальных нескольких дней. Поэтому продолжаем работать в этом направлении. Женская консультация первой горбольницы присоединилась к проекту в конце 2017-го. За это время сделано немало. В ближайших планах оцифровать все архивные документы. Ведь историю болезни и назначения в компьютерной системе найти проще, чем в картотеке. Преимущества «Бережливой поликлиники» смогут оценить пациенты и других севастопольских медучреждений. На эту систему вскоре перейдет большинство севастопольских клиник. Александра Ковалева, Мария Буйлова, информационный канал «Севастополя». Перейдем к новостям спорта. Первый международный детско-юношеский футбольный фестиваль «Севастополь-кап-2018» стартовал в нашем городе. Турнир направлен не только на популяризацию спорта, но и патриотическое воспитание подрастающего поколения, формированию молодежи активной гражданской позиции. О географии фестиваля, участниках и планах развития футбола в нашем городе расскажем в следующем сюжете. Торжественную церемонию открытия первого международного детско-юношеского футбольного турнира «Севастополь-кап-2018» провели в местном дельфинарии. Участники соревнований – ребята от 7 до 13 лет. Некоторые впервые приехали в наш город и только начали знакомиться с ним. Для детей запланировали насыщенную экскурсионную программу, которая расскажет об истории Севастополя и подвигах моряков Черноморского флота. Мы очень рады принимать всех вас на территории города Севастополя. Поддерживали, поддерживаем и впредь будем продолжать традиции проведения таких мероприятий на территории нашего региона. Фестиваль охватывает в себе не только спортивное участие наших футболистов, но также и познавательное мероприятие, связанное и с историей нашего города, связанное и с людьми, которые проживают в нашем городе. В турнире участвуют 680 ребят из разных регионов. Здесь и профессионалы, которые занимаются футболом в спортивных школах и академиях, и любительские команды. Дорогие участники, вы приехали к нам из разных уголков нашей большой страны – из Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Республики Крым и страны ближнего зарубежья, Азбекистана. Сейчас здесь на территории Севастополя идут матчи. Пройдет их 116 матчей, 40 команд, 17 городов, 5 возрастных категорий. Фестиваль поддержали Федерация футбола Севастополя, Департамент образования, Управление по делам молодежи и спорта, Севастопольское президентское кадетское училище, а также правоохранительные органы. Инициатива была поддержана Министерством внутренних дел, а именно общественными советами. И не только Санкт-Петербургского общественного совета, но и моим коллегой Сергеем Александровичем, председателем общественного совета при ОМВД по городу Севастополь. Также мне оказывали содействие мои коллеги по общественному совету Республики Дагестан и коллеги по Самарской области. Лучших игроков турнира ждут награды. В этом году футбол внесли в список базовых видов спорта в нашем городе. Уже построили и реконструировали 20 площадок для мини-футбола и три тренировочных поля. А затем, как развивается спорт в нашем городе, наблюдали Оксана Колесникова и Татьяна Бурдастых, информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска о погоде. Первые снегири уже прилетели в Москву. Красногрудых пернатых заметили в столичных парках после похолодания. Эти птицы часто слетаются в Москву и с северных регионов России во время осенне-зимней кочевки. Снегири любят семена сирени, а этих кустарников в городах России достаточно. Правда, в Севастополе для снегирей пока слишком тепло. 31 октября в городе переменная облачность без осадков. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов тепла. Днем – 18-20 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции – 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам хорошего дня. До встречи в эфире. Субтитры – 15.00